Как забаговывать и легко убивать самого вредного демона в Doom Eternal? Как из обычной пушки сделать самое мощное оружие в игре? Как очень высоко прыгать и буквально летать по карте? Как быстро получать игровой опыт и прокачать свой уровень до максимального? И как пройти игру на сложности Абсолютный Кошмар с бесконечными жизнями, чтобы получить золотой скин на палача? Но сначала самая быстрая рекламная интеграция. Имбо Энерджи. Ссылка в описании. Видео будет непонятным, но очень интересным, для кого-то может и полезным. Сначала желательно зачистить местность и избавиться от остальных демонов вокруг, чтобы они не мешали. А когда вы будете готовы выйти один на один с мордером, действуйте из стандартной игровой инструкции. После первого выстрела заходим по нему в спину. И с небольшой задержкой стреляем в него еще раз. Стрелять нужно прямо перед тем, как он вот-вот соберется прийти в себя. Повторяем до тех пор, пока он не отправится домой. То есть... Уровень сложности самый высокий, на абсолютном кошмаре он убивается точно так же. Техника везде одна и та же. Главное соблюдать тайминги, ну и конечно же больше практики. Можете комбинировать оружие, чтобы убивать его еще быстрее. Но если вы будете торопиться и стрелять слишком рано, то мародер выйдет из состояния дезориентации и перейдет в состояние надирания вашей задницы. Но можно сделать еще проще. Чтобы сделать себе такое же мощное оружие, нужно выполнить ряд последовательных действий. Для начала ваша тяжелая пушка обязательно должна быть без модификации микроракеты. А на модификации точной стрельбы не должно быть улучшения быстрая перезарядка, иначе у вас ничего не получится. Улучшение подвижности ни на что не повлияет, его можно и установить. Затем нужно найти специальный чит-код под названием IDKFA, который находится в задании комплекс комитета вот здесь. Название этого кода это отсылка на оригинальный Doom 93-го года от ID Software, где этот код выдавал игроку все ключи, оружие и броню. А квадратная дискета это как дань уважения разработчиками той эпохи. Но это так, для общего развития. Подбираем чит-код и выходим в главное меню. Заходим обратно в компанию, выбор задания, заходим в чит-коды, включаем наш чит-код и загружаем любое задание. После загрузки берем в руки нашу тяжелую пушку, переключаемся на ней в режим с микроракетами и возвращаемся к компании. Переключаемся на модификацию «Точная стрельба», зажимаем правую кнопку мыши и наслаждаемся. По идее, когда мы возвращаемся к компании, чит-коды должны автоматически сбрасываться, но вместо этого происходит такой вот интересный баг, который позволяет легко пройти всю игру, делая из пушки настоящую инду. Я научу вас так же высоко прыгать, и для этого даже не придется так заморачиваться. Нужно всего лишь назначить прыжок на прокручивание колеса мыши. Но так как через настройки управления игра нам этого делать не дает, то просто открываем консоль и вводим в нее соответствующие команды. Это прыжок на прокрутку вниз, а это, соответственно, вверх. И теперь вы можете очень высоко прыгать, просто прокручивая колесо мыши. Неважно, вниз или вверх, как вам удобно. Работает это практически на любой наклонной поверхности. И на любых выступах. Надо просто прокрутить колесо в момент, когда вы с выступа сходите. И чем быстрее вы будете прокручивать колесо, тем больше прыжков вы будете делать и, как следствие, выше взлетать. Поэтому можно воспользоваться замедлением времени при открывании выбора оружия. Как это работает? Занимаем позицию, открываем выбор оружия и пытаемся с выступа сойти. И в момент падения прокручиваем колесо несколько раз вверх-вниз. Отпускаем все клавиши и летим. Если вы очень умные, то можете создать специальный макрос для своей мышки, как это сделал я, с которым прыгать будет полегче. Трюк действительно очень простой и открывает много возможностей. Благодаря нему вы сможете попадать туда, куда не предусмотрено, находить за картой всякие скрытые комнаты, сокращать маршруты, доставать секреты и многое другое. Продолжение следует... А вкупе с рунами на полет данный трюк может буквально открыть для вас новый стиль игры. И да, в сетевом режиме это работает тоже, причем как за палача, так и за демона-мародера, у которого тоже есть свой двойной прыжок. И тут мы плавно переходим к следующему трюку. У меня самого, если что, уровень не максимальный, поэтому как раз на своем примере я покажу, как при желании его легко прокачать. Для этого нам потребуется задание твердыни стражей, потому что оно самое короткое в игре, в нем вообще нет никаких врагов, а в конце надо убить одного не самого сложного босса. После чего вы получите опыта, как за любое другое задание, но потратив при этом в 100 раз меньше времени и сил. Думаю, что делать дальше вы уже поняли. Повторяем задание, загружаемся, снова быстренько его пробегаем, убиваем босса в конце, забираем свои очки опыта. И по новой. Загрузка, пробежка, босс. Повторяйте до тех пор, пока не надоест или не достигнете желаемого уровня. А использовав ранее полученные навыки, данный процесс можно значительно ускорить. Продолжение следует... Ну и наконец, последнее. Получить золотой скин на плача можно только за прохождение игры на уровне сложности Абсолютный Кошмар, где одна смерть означает конец всей игры. А еще, к сожалению, не получится сделать баг с пушкой, потому что на этой сложности нельзя выбирать задание и, следовательно, использовать чит-коды. Зато есть способ, как сделать бесконечные жизни, и вы сможете не бояться, что где-то умрете и придется начинать игру заново. Пока начинаем новую игру на Абсолютном Кошмаре, как обычно, и просто играем. Когда вы заметите этот значок, это означает, что вы прошли контрольную точку и игра ее сохранила. Сворачиваемся и идем в папку с установленной игрой. У меня это диск C, Steam, UserData. Здесь у вас могут быть совершенно другие папки, вам нужна именно та, в которой есть 782-330. В папке Remote как раз лежат ваши сохранения. Делаем ее резервную копию через Ctrl-C, Ctrl-V, разворачиваемся и играем дальше. Немного поиграли, увидели соответствующий значок, снова свернулись и сделали свежую копию той же папки Remote. Разворачиваемся и продолжаем проходить игру. И вот в какой-то момент нас убивают, не тратим время и жмем Alt-F4. Игра сохранила нашу смерть в папке Remote, поэтому мы ее удаляем, делаем копию последней копии с игрой, где мы были живы, и переименовываем ее обратно в Remote. Запускаем игру, загружаемся и продолжаем играть с вашей последней сохраненной контрольной точкой. Вот и весь секрет. Гениально! Проходите таким образом игру, периодически делайте копии ваших сохранений, старые со временем можете удалять. Умерли, откатили последнее сохранение, продолжайте играть с него дальше. И еще пару советов. Во-первых, в параметрах запуска пропишите эту команду, чтобы пропускать заставки. А во-вторых, если есть возможность, установите игру на SSD. Я так прошел всю игру на абсолютном кошмаре, умирал, наверное, раз в 10, не меньше. Зато вообще не парился и получил, пожалуй, самый сложный скин в игре. Стоит ли она того, решать вам. А с вами был Инг, Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok